Да, я родился в Бобруйске, с детства я подумывал стать музыкантом, но чем-то серьезным в плане целью жизни, мечтой такой осознанной. Это уже стало, наверное, в лет 16, когда мне было, или 17. Ну да, с детства моя жизнь была связана как-то с музыкой, я интересовался ей, она мне нравилась. Но в Бобруйске обычно мечты – это такое дикое слово, то есть ты не мечтаешь в принципе ни о чем, потому что это нереально как-то. Такой достаточно угрюмый заводской город, но при этом я его очень люблю, там моя родина, мой родной дом. Но я не скажу, что это было страшно, это просто было нелепо, это не было так, что я боялся мечтать, живя в Бобруйске. Просто обыденность, определенная реальность, которую ты видел вокруг, это знаешь, как однажды в Библии я прочитал об Иисусе Христе, когда кто-то узнал, да, откуда он, кто-то сказал, разве может быть что-то доброе оттуда, да. Вот точно так же и здесь, когда ты говоришь Бобруйск, ты думаешь, разве может что-то хорошее оттуда быть. Поэтому мы не мечтали и не планировали ничего, мы думали, что Бобруйск это наша реальность, наша жизнь, мы здесь родились, здесь умрем и в принципе, наверное, ничего нам не светит больше. Ну, я не могу сказать, что Бобруйск был чем-то уникальным. Обычный регион, обычная глубинка, обычный такой стандартный промышленный город в регионе, жизнь для промышленности, все угрюмо, никаких выходов за рамки, вот, поэтому вот как-то так. Ну, в моей семье все, конечно, не так идеально, как хотелось бы, у нас достаточно такая, ну, в то же самое время сложная, в это же время очень банальная, стандартная ситуация. Папа пил сильно, я видел алкоголизм в лицо, видел его последствия, были постоянные драки дома, а моя мама просто не могла справиться с этим, она забрала младшую сестру, ушла. В тот момент моя жизнь уже изменилась, я уже стал читать Библию, я уже стал задумываться о вере в Бога, я понял, что жизни нужны принципы и ценности, мне нужно кардинально что-то менять в жизни. Я начал менять этот мир, наверное, себя в первую очередь, мне было 16 лет, 15 даже, чуть-чуть, вот, почти 16. Мой папа тоже через мою историю, вот, через год после того, как я изменился, тоже принял решение оставить алкоголь, но семью восстановить уже не получилось. Я могу сказать, алкоголь разрушил нашу семью, мои родители развелись, но слава Богу, что и мой отец изменился потом, он тоже поверил Богу, он тоже стал, у него появились христианские ценности в жизни, он стал читать Евангелие, это тоже сильно затрагивало его жизнь, изменило его жизнь полностью. Мать тоже ушла, у него есть семья, у папы есть семья, но мы не вместе. Поэтому я решил не повторить ни в коем случае ошибок своих родителей в своей жизни, вот, выбрал, наверное, для себя христианское мировоззрение, да, в жизни, я строил свою семью и ценности семейные на основании каких-то библейских принципов, стараюсь быть хорошим мужем и отцом каждый день, вот, поэтому, да, конечно, я считаю институт семьи очень важным, потому что из него, мне кажется, все, что связано с обществом, здоровым. Кифа, на самом деле, это была вторая группа. Первая группа называлась Via West, об этом мало кто знает, но в целом это было, наш состав включал просто четыре друга из западного района, поэтому мы, не думая, назвались Via West, и там было две акустические гитары, Мотя, Кирилл Матюшенко, играл на баяне в этой группе, я играл на акустической гитаре, и наш друг, еще один, он играл на губной гармошке в этой группе, и мы уже начали писать свои первые песни, и в составе группы Via West мы выступили на местном рок-фестивале, как самые просто аутсайдеры, там, типа, нам дали спеть одну песню, мы спели песню группы NRM, тогдашней еще известной группы, мы спели три шарапахи песню на этом рок-фестивале, и впервые увидели каких-то странных ребят, поющих о какой-то там Божьей любви и всяком таком, и они назывались Кифа, группа Кифа уже тогда существовала, и в ней играла моя будущая жена, как оказалось, на бас-гитаре, вот теперь она моя жена, и у нас с ней двое деток, и тогда мы как-то узнали друг про друга, и к нам подошли эти ребята, потому что мы были самые аутсайдеры, и самые все крутые музыканты этого фестиваля, никто, в принципе, даже на нас не смотрел, не то, чтобы заговорить, то есть у нас не было барабанщика, прикиньте, у нас не было электрогитар, мы играли на каких-то стремных акустиках, баяне и губной гармошкой, что это за рокеры на рок-фестивале, поэтому эти ребята, группа Кифа, были единственные, кто к нам подошли, и что-то там спросили, и мы были одногодки, такие же мелкие, как и они, потом подошел их руководитель и сказал, что у него есть репетиционная точка, и мы можем там заниматься, если мы хотим бесплатно, но взамен нам нужно будет 10 минут слушать мысли его о жизни, и мы согласились, потому что нам подходила эта сделка, мы хотели заниматься профессиональной музыкой, но вообще просто заниматься музыкой, но денег у нас не было платить за репетиционную базу, поэтому нам такая сделка подходила, за бесплатно надо было просто слушать каждую репетицию, 10 минут мы слушали, как он рассказывал нам о жизни, об общих понятиях, ну а потом в Кифе ушел гитарист, и меня попросили помочь поиграть в Кифе, я был уличным парнем, который начал играть, а-ля типа в христианской группе, на гитаре, и мне было дико как-то страшно и некомфортно, мне казалось, что они сейчас какую-то кошку разрежут, там, что они будут делать, короче, что я буду делать, когда они будут там молиться, или что-то там, Библию читать, что я буду делать, как они реагировать, я не понимал это все, и мне хотелось играть одному там, я постоянно таскал с собой мотю, и постоянно лоббировал в этой группе, что нам нужен баян в эту группу, ребят, с баяном Кифа зазвучит, но они не хотели баян, и я знал, что Мотя любит читать рэп, и я ждал момента, я продолжал репетировать с группой Кифа, потому что это была серьезная группа, у которой были концерты, отказать им подыгрывать на гитаре, они мне дали Zoom 505 еще, процессор домой, я смог его взять, и гитару Stella, то есть это был такой подгон, от которого отказаться было нельзя, и я понимал, что надо соглашаться, играть пока в этой группе, и тут вокалистка нашей группы, Юля, она принесла текст из 38 куплетов, и сказала, наша новая песня, в ней будет, я не знаю, 38 куплетов, и мы все так посмотрели, и сказали, это же как-то странно, зачем нам 38 куплетов, и мы минут, не знаю, 18 ждали, пока она все их допоет, и потом мы сказали, слушай, ну так много текста, и у меня пришла идея, а что если этот текст мы быстро рэпом прочитаем, и ты просто споешь два куплета, остальные 36, парень, у меня есть знакомый парень, его зовут Кирилл, он быстро прочитает эти куплеты, чтобы песня стала 4 минуты, так и порешали, решили попробовать, я позвонил Моти, позвал его, и Моти пришел на репетицию, зачитал первый куплет свой, он назывался «Сделай свой выбор», «Сделай свой выбор», и пусть не говорят, что настолько слаб, и твоя судьба, и все дела, и он зачитал, всем понравилось, мы поняли, что это мейнстрим, надо оставлять рэпера в группе, и моя мечта сбылась, я со своим лучшим другом, мне больше не пришлось в одного слушать, как они будут молиться, мне было комфортно, потому что у меня была поддержка, ну а потом через 3 месяца мы сами как-то поняли, что надо менять что-то в жизни, и мы сами стали верующими, вот, поэтому ребята кардинально повлияли на нас тогда, и так мы стали Кифой, так мы попали в Кифу, вжились в нее, это стало нашей группой, мы стали ездить, поверили в это послание, в идею, в веру в то, что Бог может менять жизни людей, и мы должны об этом рассказывать, вот, свою историю через музыку. Я думаю, что все исключительно, конечно, каждый должен принимать свое собственное решение, в моем случае, если бы я не переехал, мы бы не создали группу «Нотеки», если бы у меня создали группу «Нотеки», я даже не могу представить своей жизни, чтобы я мог делать, чем бы я занимался в Бобруйске, очевидно, что, наверное, бы затухла идея группы «Кифа», однажды, как и затухли десятки групп вокруг нас, и вообще индустрия изменилась. То, что мы переехали в новый город, бросило в нас в такую зону дискомфорта, в которой ты, сжигая все мосты, понимал, что назад дороги нет. И поэтому каждый раз, когда ты думал о том, что нужно сдаваться, что нужно включить мозги, и просто заняться чем-то другим, ты не мог, потому что ты так многим пожертвовал, ты бросил все. И разве, ради чего? Ради того, чтобы сдаться сейчас и просто пойти на работу. И поэтому мы постоянно продолжали, мы стиснували зубы, сжимали кулаки, просто бились и шли вперед. И пока все группы, которые были вокруг нас, разваливались, переживали какой-то кризис, не могли понять, как им заработать денег, как им оставаться группой и так далее. Мы просто валили по полной, потому что вот эта зона дискомфорта, она помогла нам расти быстрее, чем росли бы мы в обычных стандартных условиях. Поэтому для нас это был серьезный шаг из зоны комфорта. Но мне кажется, и мечты, и чудеса, все происходят за гранью зоны комфорта. Баб Бруйск был домом. Дома всегда комфортно. Дома всегда мама котлету в рот засовывает и говорит, сынок, попей тепленького чая. А Москва бьет пощечины и говорит, ты здесь никто, и зовут тебя никак. И тебе нужно закаливать характер, показывать зубы, стоять за свою мечту, пробиваться, идти вперед, не сдаваться. Дома ты этому не научишься, поэтому, наверное, так повелось. Я не могу не сказать, это процесс урбанизации или нет, но это моя история. В моей жизни это сработало. Первый год самый был тяжелый, кризисный. Была зима, у меня не было даже обуви. То есть я работал официантом в ресторане ночами. То есть это был клуб какой-то, это было стрёмное место, он назывался клуб «Жесть». Это было единственное место, куда меня взяли с моей прической и так дальше. Потому что в нормальные заведения меня не могли взять. И я работал в этом клубе жесть официантом. Приходил утром, спал просто у своего друга, который стал клавишником, потом на кухне, в спальнике, под столом. Потом, когда выходили его родители, чтобы собираться на работу, я переходил к нему в комнату, досыпал там какое-то время, просыпался днем, и мы писали музыку. Потом писали ее до вечера, писали первые песни «Стекло души» и «Ты плюс я», песню «Она» и все эти песни, которые стали потом хитами, которые вытащили нас. Мы писали эти песни, и потом ночью опять шли работать официантами. Потом я возвращался, искал еще какие-то подработки, работал курьером, ставил окна. И у меня банально даже не было денег, чтобы купить себе зимнюю обувь. Я проходил в кроссовках всю зиму просто на трое носков. Но это моя жизнь, и это научило меня чему-то. Я заклял свой характер. Я учился. Это реально путь моего становления. Это научило меня многому. Поэтому я, конечно же, хотел все бросить на человеческом уровне, но я понимал, что нет, что нельзя сдаваться. И в то же самое время, смотря сейчас назад, не знаю, смог бы я пройти снова это. Потому что тогда был такой запал, такая дикая какая-то вера, такой, не знаю, что еще сказать, тестостерон или что это было. Просто такой вулкан внутри. И была какая-то благодать на все это, но я не жалею ни о чем. Это мой путь, путь моего становления, становления моей жизни. Я очень счастлив, чтобы Бог позволил мне иметь такую судьбу. самым тяжелым лично для меня в моей профессии является разлука с семьей. Так сильно не изматывает и не ранит мое сердце. Это осознание того, что мой сын начал кушать ложкой, и я не увидел этого. И он начал говорить, папа, а я не увидел этого. Я не был в тот момент там. Моя дочь начала говорить какие-то слова, и я этого не заметил. И вот это осознание, что это единственный раз может произойти в их жизни, и я хочу это видеть, и меня не было рядом в этот момент, для меня это самая большая и тяжелая жертва. Больше, чем физическая усталость и так далее. Самым важным, наверное, является остаться своим собой. Остаться простым, искренним и понятным. Не стать каким-то высокомерным, сложным или пафосным человеком. Мне кажется, это самое важное. Остаться тем, кто ты есть на самом деле, остаться человеком. Поэтому это, мне кажется, все тоже зависит только от самого человека, от его решения. Мне здесь помогает, конечно, Библия, пример Иисуса Христа, потому что христианство, главное слово, наверное, в христианстве это смирение. И мне кажется, в этом так много красивого, в простоте, в смирении, так много красоты. Ее гораздо больше, чем в какой-то напыщенности, надменности. Простое всегда так красиво. Поэтому мы так любим, общаться с простыми людьми, с искренними людьми. И нам так не хочется быть рядом с панторизами. Поэтому, мне кажется, христианство культивирует это как некую культуру. Ты не можешь быть христианином и не быть простым. Не можешь быть христианином и не быть смиренным. Мне это серьезно помогает, поэтому особенно в моей деятельности это суперконцепция. Да, я помню момент свою темную, пустую комнату в квартире и маленькая синяя книжка под названием Новый Завет Евангелия. И один парень вручил мне ее, дал мне в руки и сказал, что там, где я ставлю точку, Бог может поставить запятую. Он говорит, ты просто читай. Читай, когда будет трудно, читай, когда будет хорошо, читай, когда даже будешь не понимать, что написано. Просто продолжай читать. Мне было не сильно легко в тот период жизни. И каждый раз, когда я брал Библию в руки, каким-то светом что ли веялось, веяло какой-то надеждой, какая-то безнадега, которая была вокруг меня в моей жизни, в моей этой пустой квартире. Она куда-то удивалась, как будто и Библия давала реально какой-то свет надежды. И я начал читать Евангелие. И когда я увидел вообще Личность Иисуса Христа, Его стандарты, Его вообще, Его отношение ко всему. И как-то я сразу начал проецировать себя в эту историю. Все, что я читал, я проецировал себя, как будто бы я там этот парень, который сидит у ворот, я этот парень, которого зовут Петр, я этот парень на месте каждого из этих ребят. И это помогло мне встретиться с Христом к настоящему. Только Библия смогла для меня это сделать. Она показала мне красоту личности Иисуса Христа, которому я не смог остаться равнодушным. Поэтому Библия для меня сделала очень много. Это последствия изменило всю мою жизнь. Я думал, наверное, как и все, кто начинает читать Библию, что я не достоин даже в принципе называться верующим. потому что я сделал так много плохих вещей, внутри меня так много плохих мотивов, мыслей. Как такой человек, как я, может столкнуться со всем этим? И потом впервые я прочитал о безусловной Божьей любви и прочитал это в банальном местописании Иоанна 3.16, где Бог говорит, ибо всякий верующий в Него. И там все без исключения, то есть с дредами, без дредов, с татуировками, без сережками или без сережек, бандиты, маньяки, любой человек, всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий. Бог отдал своего Сына, чтобы я имел шанс изменить свою жизнь. Поэтому я в этот момент, когда прочитал это, как будто бы себе сказал, я не хочу профукать этот шанс. И если Бог мне его и дает, я хочу его использовать. Это был мой момент, можно так сказать. Но 500 лет Библии и почему Библия должна быть доступна каждому человеку? Потому что Иисус Христос описываемый в этой Библии, описываемый в этой истории. Он пришел для каждого. Христианство и Библия это взаимоотношения любого человека на земле с Богом. Поэтому Библия это билет, Библия это мост в эти отношения, которые так мы все ищем, которые всем нам так нужны. Только это может заполнить всю пустоту, которую мы пытаемся заполнить внутри. Деньгами, признанием, самореализацией, материализмом и всем остальным. Ничто не может заполнить этой пустоты, кроме взаимоотношений с Богом. Библия здесь становится мостом, билетом, билетом в этот кинозал, где Бог знакомится с нами, а мы знакомимся с Ним. Поэтому, конечно же, Божье слово должно быть доступно для каждого. Мне кажется, это абсолютно так.